Здравствуйте, друзья! Меня зовут Светлана Волкова. На страницах своего блога мир-черточка-лановы.ру я вам много рассказывала о самых известных и популярных программах по вышивке Крестон PM4 Pro и PCStitch Pro 9. В последнее время я больше уделяю программе PCStitch Pro 9. И вот в процессе подготовки своих видеоуроков я обнаружила, что появилась новая версия программы PCStitch, PCStitch 10. Вот я вам открыла сайт производителя и обещала на страницах своего блога рассказать вам об обновлениях в этой программе. И начав было готовить видеоурок по обновлениям, я поняла, что он получится очень-очень длинным. И мне придется еще рассказывать о многих функциях программы PCStitch 9 версии. Поэтому, прежде чем познакомиться с обновлениями, тем, что же нам предлагает производитель этой программы, мы познакомимся еще с некоторыми функциями программы PCStitch Pro 9. И сегодня я вам расскажу о такой функции, которая, например, в программе PM4 Pro нет. Это функция создания своего бордюра. Мы научимся создавать бордюры, научимся редактировать их и научимся применять. Итак, приступаем. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, как можно создать в программе PCStitch Pro 9 новый бордюрчик. Давайте кликаем в правой части панели по функции бордюрчик. Делаем эту панельку в стационаре. Как вы видите, здесь в уменьшенном варианте представлены встроенные бордюрчики. Каким образом их можно применять? Если мы создадим какую-нибудь новую вышивку, я вот так пример. Давайте кликаем, допустим, на любой бордюрчик. И здесь вот кликаем правой кнопкой мыши и говорим «применяем». Вот у нас появляется такая-то салфеточка с бордюрчиком. Также можно посмотреть все представленные коллекции бордюрчиков. По своему усмотрению можете их применять либо для салфеток, либо для того, чтобы сделать еще внутри какую-то надпись для табличек. Я же хочу вам рассказать, каким образом можно создать новый бордюрчик в программе PCStitch Pro 9. Итак, для того, чтобы создать бордюрчик, давайте посмотрим, что нам нужно. Допустим, я опять кликаю по любому из них правой кнопкой мыши и говорю «создать». Вот у нас появляется вот такое вот окошечко. То есть, как мы видим, бордюрчики могут быть программными сверху и снизу. Также мы со всех четырех сторон. Вы можете создавать тот, который вам нужен. Вот таким образом у нас выглядит вот панелька. То есть нам нужно ввести размер вышивки, как вы видите, слева, затем вышивки, вот у нас справа, затем размер вышивки сверху и снизу. То есть нам нужно внести размеры по высоте и по ширине. Для того, чтобы нам внести это новое, делать новый бордюрчик, нам нужен какой-нибудь дизайн, из которого можно сделать бордюрчик. Здесь вы можете либо сами что-нибудь придумать. Я думаю, это не так сложно. Я, например, взяла готовый из библиотеки. Давайте кликнем на библиотеку. То есть для этого я сначала все закрою. Вот смотрите, здесь есть библиотека встроенных небольших дизайнов. Вот их как-то если открыть, то здесь очень нужно много найти. Вот здесь еда, так, еда, вот как мы видим. Так, затем вот праздничные всякие. В общем, здесь встроенная библиотека небольших дизайнов. Я вот выбрала и нашла вот хороший вариант в варианте цветов. Ну давайте вот рассмотрим вот этот цветочек. Вот я опять в правой кнопкой мыши нажимаю, выскакивает такое окошечко. Говорю, что я применю. Вот буду, рассмотрю вот этот вариант. По-моему, он довольно хорошо подходит под бордюрчики. Давайте из этого цветочка создадим себе бордюрчик. Ну сначала я подсчитываю количество крестиков. Вот высоту я специально сдвинула, чтобы хорошо было считать. То есть высоту у нас получается 19 крестиков, а в ширину 43 крестик. Я хочу сделать бордюрчик вот с четырех сторон. Давайте, вот у нас бордюрчики открыты. Это нам пока не нужно, но бордюрчик будем составлять новый. Вот я опять нажимаю правой кнопкой мыши и говорю, создадим. Вот у нас левая сторона. Итак, левая сторона у нас должна быть равно вот этой вот высоте. То есть я собираюсь здесь делать бордюрчик. Я ставлю здесь 19. У нас появилась затемненная вот левая сторона. Правая сторона у нас тоже самая. 19. Повторяющийся сет. Повторяющийся сет. Давайте посмотрим. Он у нас будет равен вот этой вот длине. 43 крестик. Вот удаляем и говорю 43. Затем идем сверху. Сверху у нас вот эта ширина будет равна сколько? 19 крестикам. Нижняя часть у нас тоже будет равна 19 крестикам. И повторяющийся сет у нас будет тоже равен вот здесь вот 43 крестикам. Итак, мы все определили. Теперь мы назовем как-то. Ну, я назову даже по-русски. Допустим, цветочный орнамент. И так я назвала. Можно по-русски, наверное, для своего применения. Можно по-английски. Я нажимаю ОК. У нас появилось вот такое окошко. Вот в этом окошке вам нужно сделать, установить, нарисовать или скопировать тот цветок, который мы выбрали. Вот у нас этот цветочек. Мы его копируем. Можно копировать либо, похоже, как в PM4. Либо так копируем, либо можно кликать правой кнопкой мыши и здесь то же самое скопировать, нажав вот эту функцию. Теперь открываем затем наш бордюрчик. Вот он наш бордюрчик. И теперь вставляем. У нас появляется цветочек. Мы его так аккуратненько ставим. Следующее то же самое ставим внизу. Давайте немножко поднимем, чтобы у нас был хороший обзор. Еще раз делаем вставку. Но в данном случае нам нужно вставку перевернуть немножко. Вот здесь вот кликаем правой кнопкой мыши и поворачиваем. Вот так вот. Так у нас будет правильно. И затем еще раз копируем, вставляем. И теперь нам нужно вот этот вариант, нам нужно горизонтально отразить. Итак, теперь нам нужен получившийся бордюрчик сохранить. Мы его сохраняем, закрываем. А теперь давайте применим полученный бордюр на практике. Давайте откроем какой-нибудь новый файлик. И находим в нашей библиотеке. Вот, по-моему, наш орнамент. И давайте нажимаем правой кнопкой мыши. И применяем. Вот у нас получилась такая вот салфеточка. Надо сказать, что программа просто расширяет вышивку. Давайте посмотрим до. Прибавляет, видите, прибавляет размер бордюра к вышивке. То есть сама площадь искомая у вас остается та же. Еще одна особенность в программе C-Stitch Pro 9. Вы с этим бордюрчиком потом с частями ничего не сможете сделать. Вот я пыталась тут выделять, допустим, вырезать. У меня ничего не получалось. Видимо, это функция как некий программный объект. Чтобы избавиться от бордюра, нужно его полностью удалить. У нас бордюра нет. А работать с частями бордюра программа не будет. А теперь давайте на основе созданного нами бордюра создадим еще один бордюрчик. Давайте откроем наш бордюрчик и нажмем функцию редактирования. Edit. У нас открылся созданный нами бордюрчик. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю вот эти уголки заполнить. Чем я предлагаю заполнить? Я предлагаю заполнить вот этим цветочком. Как это сделать? Сделать это просто функцией выделения и ставки. Так, давайте я выделю этот цветочек. Вот он мне выделился. Затем копирую и вставляю. Вот он у нас появился. Затем мне нужно его правильно поставить. Вот я его более симметрично поставила. Кликаю в него. Как видите, у нас остались здесь ненужные крестики. Я их удаляю. Удалять можно либо просто вырезая. Просто вот так уберем. И ножничками вырезаем. Либо просто нажимаем функцию крестика. И правой кнопкой мыши вот таким образом можно удалить. Да, кстати, у нас удалилась. Вот видите, случайно вырезали мы бэкстич. Можно это дело подправить. Нажимаем функцию рисования бэкстич. И вот так дорисуем. Вот у нас такая рука появляется. И дорисуем. Вот у нас нарисовался цветочек. И затем нам этот цветочек нужно скопировать во все остальные уголки. Мы опять нажимаем на эту стрелочку. Наш цветочек можно просто полностью даже выделить вот так, чтобы потом не центрировать. Копируем. Затем вот так, пока я спрячу бордюры. И здесь вот вставляю. У нас вставочка получилась. И так далее. Копируем на все остальные четыре уголочка. Он делает это очень просто. Ничего сложного в этом не. И так мы усовершенствовали свой же бордюрчик. Вот у нас такой бордюрчик получился. Теперь мы его можем просто сохранить под новым умом. Так, сохраняем. И называем, допустим, цветочный орнамент черточка 1. И сохраняем его. А теперь давайте найдем его в библиотеке наших бордюрчиков. Вот я делаю пока стационарные бордюрчики. И вот я нахожу в правой части наш бордюр. Давайте посмотрим, какая же у нас получается салфеточка, допустим. Создаем новый файл. И попробуем применить. Вот теперь у нас... Давайте уберу пока. Вот теперь у нас получилась вот такая салфеточка. И внизу, и в углах салфеточки теперь у нас есть цветочки. Можно еще, например, что-то добавить. Ну, вот я вам примерно показала, как можно делать новые бордюрчики в программе PCS-1000 Pro 9. И каким образом их можно редактировать на ваше усмотрение. А на сегодня и все. Всего доброго и ровненьких вам крестиков.